В прошлом году в рамках празднования 550-летия Казахского ханства на пересечении проспекта Аблхайрхана и улицы Тлеу-Батыра был установлен монумент великому Батыру Тлеу-Айтулы. Высота бронзовой скульптуры 5 метров, общая высота с постаментом 10 метров, масса около полутора тысяч килограммов. Я знаю, что это очень большой человек. Мы его все уважаем, привезли. Он на нашей земле родился, поэтому его поставили сюда. Я очень довольна. Каждый день хожу здоровую с ним. Все, почести отдаю, как положено. А кто это? Батыр. Батыр. Как его зовут, знаете? Ну, так вон, почитаю там. Конечно, знаю. Я же уже несколько лет. А так я очень-очень-очень-очень. И при том у нас есть приятельница, это ее дед. Она меня спрашивает, ты мимо шла? Я говорю, да, шла. Привет передавала. Теляу Айтула родился на территории нынешнего Шалкарского района Актюбинской области. Храбрый полководец прославился во времена правления Тауке Хана. Героически погиб в 1864 году в битве при Сайраме. Прах Батыра покоится в Туркестане под стенами мавзолея Хаджи Ахмеда. На проспекте Абулхайрхана установлен памятник народному Акыну, заслуженному деятелю искусств Республики Казахстан, Нурпиису Байганину. В своих эпических произведениях он воспевал мужество, человечность и справедливость. Это Кубланды, Торихана и Маншулпан и другие. Нурпиис Байганин – автор многих произведений, посвященных героям Великой Отечественной войны, труда, нерушимой дружбе народов. Памятник установлен в 2000 году. Скульптура, изваянная из цемента и асбеста, покрыта метью. У здания областного акимата в 2000 году был установлен памятник Абулхайрхану – величественный монумент, посвященный выдающемуся казахскому деятелю, полководцу, политику и дипломату. Памятник располагается в центральной части города и является одной из главных достопримечательностей Ак-Тубе. Кому установлен этот памятник? Хану, младшему джузе Абулхайрхану. Что вы знаете о нем? Ну, многое знаю, что-то сейчас уже забыл. Ну, был хан младшего джузе. По-моему, у него... Блин, я не могу сказать честно. Абулхайрхана не изучали пока? Вы только изучали Абулхайра. А так Абулхайрхан еще не изучали. Единственное, что я знаю, то, что он хан. Знаете ли вы, кому установлен этот памятник? Абулхайрхану. Кто он? Ну, как? Ну, предводитель, вождь. Я не интересуюсь этими старыми политиками и историями. Хорошо. А где находится памятник Абулхайрхану? Я не знаю. В городе видели где-нибудь? Ну, скорее всего, да. Где находится, не знаете? Ну, возможно, знаю, но просто не могу объяснить. Абулхайрхан завоевал славу бесстрашного воина, умного тактика и прекрасного политика. Стал хана младшего жуза не по наследству, а благодаря собственному авторитету. Талант умного полководца проявился в битвах на берегу реки Булакты в 1728 году и при Анракае в 1729-30, когда джунгары были разгромлены. Перед вами мемориальный комплекс Героя Советского Союза Алии Молтогуловой. Он был открыт в 2005 году, 23 сентября. Авторы мемориала известны скульпторы Бахаджан Абишев и Иркен Сергибаев. Они попытались уйти от общераспространенного изображения Алии как сурового воина советской армии. Героиня предстала в виде юной 18-летней девушки, чью жизнь трагически оборвала война. Взгляд девушки устремлен вдаль, но лицо спокойно, рука с плащ-палаткой опущена вниз, словно знает Алия, что на родной земле воцарился мир. Памятник обрамляют два гранитных рельефа высотой 2,5 метра и длиной 12 метров, на которых изображена история народа от сакских времен до наших дней.